Всем привет, с вами я Олег Гром, вы на канале мужских увлечений. Сегодня у меня в руках китайский телефон, смартфон, оу-ки-тель. В общем, вот такая гигантская коробка. Я сейчас пытаюсь, ага, поймал ракурс. Видите, вот эта вот прекраснейшая полоса вдоль всей коробки. Посылка пришла вскрытая, видимо, ее открывали где-то на таможне. И совершенно не жалели, как открывали каким-то ножом. А может быть на почте, неизвестно. Но все пришло, и сейчас вы поймете почему. А вот у кого точно так же, приходите на стримы, рассказывайте, что бывает, что посылки открывают. Как часто это происходит, обязательно ждем всегда на стримах. Это 5,5 дюймов телефон, довольно-таки большой. И называется он K10000 Pro. И K10000 это говорит о том, что аккумулятор здесь на 10000 мА. Считайте Powerbank в кармане. Ну, просто, видимо, китайцы логически подумали и скажут, ну, зачем продавать отдельно Powerbank, когда в Powerbank можно встроить телефон. Именно так выглядит Oukitel K10000 Pro. 4G он, все дела, все как надо. Это понятно. Так, сам телефон. Ох, ну, тяжеленький. Ну, не знаю, сколько здесь. Ну, так, на вскидочку, наверное, все те же 200 с чем-то грамм, я так думаю. Но это сейчас не так важно. Он и так очень габаритный, это понятно. Давайте пока его отложим, посмотрим на комплектацию. Что здесь идет в комплекте. Стоит он все в том же районе, в районе там 180-200 долларов, как, где попадете. Более подробные технические характеристики развернете описание, посмотрите внутри. Так, здесь какая-то инструкция, ладно, плевать, гарантийка. Это еще не конец, тут еще что-то есть. Обожаю такие всякие штуки непонятные. Так, 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 эть, эть, эть. Ага. Это нам понадобится. Скрепочка. Ну, так, псевдо-скрепочка. Доставалка, лоточка. Ну-ка, упала так упала. И что тут, что тут, что тут, что тут, что тут. Пленочка защитная. Стекло защитное. То есть, неплохо так укомплектовали. Мега защитное стекло. Мощное, хорошее. С нужными прорезями. Сразу идет в комплекте. Ну, это и хорошо. Чтобы не бегать, отдельно не искать. Все мы понимаем, что китайцы пытаются за свою цену максимально сделать комплектацию богатой. Дабы, чтобы было что потрогать и сразу же заюзать. Мощный блочок. Fast Charger. Да-да-да. Мы такое уже видели на китайских телефонах. Только другого цвета. То есть, в них меняется только цвет. Это не легкий блочок. Он довольно тяжелый, увесистый. Я надеюсь, что здесь не просто какой-то грузик положили китайцы. А действительно, действительно все будет, как и в прошлой модели. В прошлом телефоне. У Лифоне там было точно так же. Так, еще одна коробка. Здесь что идет? Здесь идет провод зарядки и ОТГ кабель. В общем-то, полный фарш. Как говорится, приобрел. Сразу все и получи. Ну и уберем все это добро подальше. Пока что достанем сам телефон. Первый взгляд, так сказать. Посмотрим, как и чего. Коробка внушительная. Прям очень даже. Так, смотрите на внешний вид. Внешний вид просто говорит о том, что его хоть на таможене и вскрыли, но никто его брать себе не стал. И это в чем-то плюс. В чем-то плюс. Особенно в страны бывшего СССР. Это весьма актуальная проблема. Сейчас мы снимем этот защитный слой. Защитную пленочку. Как она магнитится прям вообще к всему, что только можно. Сразу он одет в какой-то силиконовый, очень уродский бампер. Я не люблю такие вот прозрачные. Не знаю почему, мне не нравится. Здесь еще одна наклейка, где нарисовано, что можно либо две симки поставить, либо сим-карту и микро-SD-карту. Ну и дальше тут, я думаю, и так все понятно. Можно цеплять. А вот здесь интересно. Это что-то наподобие резины. Очень-очень похоже. То есть, это не софт-тач сразу же. Потому что софт-тач, все мы знаем, вытирается и выглядит отвратно потом. Что-то наподобие резины. Я теперь не понимаю, для чего еще силиконовый чехол они положили в комплект. Но окей. Потому что он и так, в принципе, выглядит довольно приятно. И на общем приятно. На удивление, вот это вот все металл. Это что за штука? Это что у нас? Отпечатки пальцев здесь будет, наверное? Или что-то подобное? Ладно, это не суть, важно. Какая-то камера, опять же. И переворачиваем. Сейчас будем включать. Первый взгляд, как говорится. Дизайн. Дизайн очень на любителя. Ну прям сильно на любителя. Прям сильно на любителя. Но не знаю. Мне такой лично дизайн не импонирует. С этой стороны микро-USB разъем. И, видимо, выходы для динамиков. Эта штука тоже прорезинена. Удивительно. Очень много чего здесь прорезинено. Очень много, опять же, металла. Выглядит, как будто его сделали какие-то фрезеровщики на вторую смену. Ну вот, что это? Что это? Вот что это за винт под шестигранник? И здесь такой же. И с этой стороны. И с той стороны. Ладно, давайте откроем лоток. Выглядит он, как будто бы он пришел из начала эпопеи сотовых телефонов Китая. С дизайном все очень плохо. Короче, мне не нравится дизайн. В плане технического наполнения и начинки здесь-то все вроде бы нормы. МТК 6750 и Т. Android 7.0. Bluetooth даже 4.2 стоит на удивление. То есть, Full HD. Экран 5,5 дюймов. В этом-то плане нареканий вроде бы как и никаких. Но самое главное, конечно, это батарея на 10 тысяч миллиампер. Для многих может это оказаться весьма решающим фактором. Мне кажется, тут уж как кому нравится. Более того, благодаря тому, что здесь батарея 10 тысяч миллиампер, он еще может выступать в роли пауэрбанка, если что. На секундочку, да? Вообще великолепно. Так, экран заляпывается сразу. Покрытие не олеофобное. Включаем. Первое включение. Скорее всего, сейчас будет здесь настройка. Я уже такое видел. Я уже такое видел на андроидах. Сейчас настроим фокус, резкость. Заодно посмотрим, с какой скоростью здесь что загружается. Хотя, стекло говорят, что о, горилла глаз. То есть, опять же. Опять же, горилла глаз. Радуйтесь, кто любит. Вперед из песней. Октакор. Все дела. Так, запуск андроид. Там надпись. Ее не видно почему-то. Яркость немножечко не та. Так, ну хорошо. Здесь, наверное, жмем начать. Ой, и выключил я. Жмем начать. Жмем пропустить. Как новое устройство. Не подключаться к интернету. Далее. Нет. Как установка Windows 95. Да, я извиняюсь, что не в фокусе сейчас было. Но это стандартная процедура, которая, в принципе, мне кажется, особо ни на что не влияет. Сейчас нам интересно глянуть. Ну, лично мне время. Так, даже. Ну, ладно. Здесь поставим, что у нас Москва, к примеру. Не в ту сторону листаю. Где здесь? Плюс три. Плюс три. Москва. Стандартное время. Ну, пускай будет так. Дата здесь от балды стоит. Не знаю. Наверное, в этот момент он был создан на заводе. Где эта дата сохранилась как-то. Имя. Ох ты ж, боже мой. А вот это зачем? Ну, не знаю. Давайте напишем. Вот так вот. Метатрон. Пускай будет. А, сканер отпечатков пальца. Окей. Вот он сканер. Прикладываю. Ну, что? Так. Приложил. Как? Что дальше-то? А, вот. Ниже. Добавить отпечаток. Окей. Добавить отпечаток. И графический код. Запрашивать. Так. Он просит придумать код. Сейчас я вот здесь какой-нибудь придумаю. Так. Есть. Готово. И теперь отпечаток пальца. Касаемся. И вот он должен там насканировать. Ну, я нажал уже. Все. Нашел. А, вот. Раз. Два. Короче, очень прикольно. Как всегда. Надо много раз нажать. Сейчас эти сканеры отпечатков пальца. Будет все завалено. Все китайские телефоны будут уметь их делать. Видимо. Теперь это считается хорошим тоном. Просто-напросто. Чтобы вы понимали. Некоторые юморы не понимают между строк. А у китайцев теперь доступна эта технология массовая. Вот и все. Так. Далее. Ох, ты ж сколько настроек. Давайте все это позже. Я хочу увидеть. Добро пожаловать. Обои, виджеты. Так. Ничего вокруг нету. Вполне себе стандартненько. Сенсорные клавиши. Ха. Окей. Приятная тема. На удивление. Какая-то кожа здесь нарисована. Звук громче, тише. Стандартный Android. Такой. Ничего сверхъестественного нет. Опять же. Да. Абсолютно. Абсолютно. Семерочка. Семерочка. Февраль. Да. Если бы. На улице плюс 45. Давайте. Значит. По-быстренькому. Что да как. Первое впечатление. Совершенно конский дизайн. Извиняюсь за качество видео. Кому-то оно может не понравиться. Тут то засветки. То еще что-нибудь. Вот. Ну очень конский дизайн. Он. Он кондовый. Я не спорю. Но он конский. И он гигантский. Говорит здесь о каких-то. Знаете. Новомодных края экрана. Чтобы не было никаких там промежутков. Здесь абсолютно не надо. Здесь куча металла. Резины. И пластика. Понапихали. Просто деваться некуда. 7,5 сантиметров. Примерно на 16. На целых 16. Он просто огромнейший. Он просто огромнейший. С этой стороны выглядит довольно прилично. Если бы не вот этот вот опять же непонятный дизайн. Чем вызваны. Видимо они пытались спрятать как-то батарею. При этом чтобы не совсем было все квадратное и огромное. Попытались таким образом закруглить. Очень топорно. Очень плохо. В плане вот этом. Ну что это. Хотя многим это нравится. Я лишь говорю свое оценочное суждение. Как по мне дизайн отвратный. Зато надпись металлическая. Не наклеенная какая-то. На буковке из там я не знаю из чего. Может быть и пластиковая конечно. Но выглядит она круто. Это прям реально добавляет плюсик к дороговизне. Здесь тоже металл. Здесь сканер отпечатка пальца. Какая-то камера. Опять же 13 мегапикселей здесь. 5 мегапикселей здесь. Так ли это важно. Дело еще то конечно. Так сейчас проверим как отпечаток то. А что не срабатывает. Ну чувак давай. Ладно выключаем. Включаем. Ну давай отрабатывай. Отпечаток. Что за фигня. Наверное нужно заходить в настройки. Сейчас я попытаюсь ключом открыть. О ключом открывается. Наверное нужно заходить в настройки. Смотреть. Настройки. Вроде бы все стандартно. Сейчас покажу поближе. Яркость настроится. 24 гига у нас есть. Из 32 остается 24 нам. Батарея 59 процентов пришло. Память 3 гигабайта. И вот здесь очень странно. Ну уже поставили 4. Хотя 3 будет еще хватать впритык. Опять же для различного юзания из разряда. Что-то яркий экран. О так он на максимуме. Господи я думаю что же за ужас такие. Юзания из разряда. Для каких-то социальных сетей. Для каких-то миниатюрных игр. Этого достаточно 3 гига. А вот что-то посерьезнее навряд ли. Android 7.0. Ладно. Что еще? Что еще? Что еще? Bluetooth, Wi-Fi. Это я ничего не подключал. Хочется чтобы вот эти вот кнопки. Ну точнее не кнопки. А просто вот эти выступы. Они были кнопками. Но это просто декорация. То есть я поначалу думал. Что это физические клавиши будут. Вот это и вот это. Может быть даже вот это. Но нет. Это просто декорация. Клавиши сенсорные. Они находятся внизу. Под экраном. Ничего с этим не поделаешь. Очень уродский дизайн. Ну просто. Жесть какая-то. Ух. Прям вот. Люди которым нравится такой дизайн. У вас очень специфичный вкус. Не знаю. Мне кажется. Китайцы когда делали эту модель. Они ориентировались так. Ну типа. Давайте поставим туда самый большой пауэрбанк. Давайте сделаем так. Чтобы этот телефон мог заряжать там другие телефоны. И типа. Вуаля. Это круто. Кстати. Давайте проверим эту опцию. Умеет ли он заряжать другие телефоны. Прям сразу. Или надо что-то там еще включать. Сейчас проверим. Сейчас проверим. По-моему. Здесь лежит ОТГ кабель. Если я не ошибаюсь. Да. Шикарно. Вот он ОТГ кабель. Достаем. ОТГ кабель. Так. Не подключается. Вот так подключается. Подключаем. Кстати. Очень длинный. USB. Обратите внимание. Если взять стандартный кабель USB. То. Он покороче. Он покороче. А это говорит о чем? Что он может туда и не зайти. Да. Может туда и не поместиться. Может и не доставать. Экстренная проверка. Включаюсь сейчас в зарядник. Сейчас посмотрим. Достает ли обычный кабель. А вот и фигушки друзья. Ничего не происходит. Хотя. Может быть до конца. Прям его еще раз. Выткнуть. Воткнуть. Нет. Его не хватает. Ничего не происходит. Не заряжается от обычного кабеля. Не хватает по длине. Вот черт возьми. То есть. Опять же. Это минус. Из-за этого бампера. Придется пользоваться только оригинальным кабелем. Это совершенно никуда не годится. Это не есть гуд. Это просто плохо. Так. Палец. Нераспознанно. Еще раз. Нераспознанно. Еще раз. Все. Два раза. Ох. Ладно. Это в настройках наверняка решается. Все это дело. Сейчас попробуем подключить. Что-нибудь. Что-нибудь сюда. В качестве источника. Как будто бы мы хотим заряжать. А что мы хотим зарядить? Ну. Что мы хотим зарядить? Что мы хотим зарядить? К примеру. Вот мой телефон. Хотим зарядить. Подключили. И да. Идет зарядка. Идет зарядка. Идет зарядка. Зарядка идет Отлично Только что-то тут туда-сюда Дергается, ну ладно, это шнуры Зарядка идет Как пауэрбанк его использовать можно Первые впечатления Очень О, а теперь отлично сработал Отпечаток пальца Очень неоднозначная модель Модель Для тех, кому нужен Пауэрбанк Но при этом он хочет очень дорогой Пауэрбанк с функцией Телефона, фотокамеры И прочего, прочего, прочего Я, конечно, буду им пользоваться Он попал на тесты И после них Расскажу, как и чего Плюсы, минусы и все Такое прочее Первые впечатления пока что Самый ужасный дизайн уродский, который я видел Даже вскрыли где-то там На почте или на таможне И даже его решили оставить в посылке Плохая шутка, да, такая Надеюсь, что у всех все хорошо с почтой Потому что в некоторых регионах Начинаются какие-то странные вещи Там в Новосибирске, по-моему Пластилин вкладывают вместо телефонов Это совершенно не круто Здесь, я надеюсь, будет все хорошо Умеет быть пауэрбанком Обычный средний процессор для 2017 года Звезд с неба не хватает Как будет себя вести дальше Буду посмотреть Еще, конечно, минус То, что вот нужен удлиненный Удлиненный разъем Микро-USB Это минус Китайцы этим сейчас начинают грешить Я не знаю, что Кто им там такую программу Минимум решил сделать Обычным USB Вы его не зарядите Нужен кабель Либо родной Либо какой-то брать Где вот эта часть Достаточно длинная Хорошо это или плохо Решать вам Я считаю, что это Просто огромнейший минус Такая неоднозначная модель Я буду его называть Пауэрбанк С функцией телефона Короче, вот И никак иначе Ох Грузный Мощный Выглядит как Я не знаю Какой-то девайс Из 90-х Культовый Как будто бы это Знаете Дизайн Это Вот этого делали Те же самые люди Которые делали Дизайн там Всяких Жигулей Каких-нибудь там Восьмерок Девяток Я не знаю Ну вот Прям очень похоже Что они сбежали в Китай И решили там Заняться Дизайном Они сказали У нас огромный опыт Мы Там 40 лет Работали дизайнерами В автомобильной промышленности Уже для телефона Дизайн Дизайн сделать сможем И сделали вот это Моя версия такова Я, конечно, могу Очень сильно ошибаться Это все Это все лишь Оценочное осуждение Но Я вижу это так Когда его одеваешь В силиконовый чехол То он превращается Просто В конфетку В кавычках Очень неоднозначно Очень неоднозначно Очень неоднозначно Пока что Все смешаны Смешанные впечатления Ссылки я оставлю В описании Знаете, друзья Только здесь Честные Неангажированные Обзоры По любым Девайсам И так Ладно Покедова